Андар Дарыма – известный туинский учёный-фольклорист, который занимался изучением народных сказок и загадок. Он родился 10 апреля 1934 года в Судхольском районе. Трудовую деятельность начал в 1953 году. Андар Дарыма со студенческих лет был вовлечён в творческий процесс. Ему, выросшему в аратской среде, окружённому заботливыми, мудрыми старцами-сказителями, было интересно и значимо фиксировать, записывать всё услышанное. Любовь Адек-Тюлюш, участница конференции, рассказала, что одну из глав своей книги «Тывачанун углзалары» узоры туинского народа составила по советам Андара Дарыма. Я исследовала по этой программе и собрала вот такие узоры наши, особенно, как правильно делать когельжики. И я путалась ещё. Вот знаете, у родов, допустим, Сёк, по-турински называем Сёк, Тюлюш, да? Они имеют Улу-Тюлюш, Ады-Тюлюш и так далее, разветвление. Сёк, Монгуш, они там семь разных, Улу-Питя и семь разных, и седьмое даже Удур-Монгуш. Вот такие вот разные, чуть-чуть отличия иногда меня путали. Но когда я просто обобщила, и вот вышла вот такая книга, сейчас перевожу на русский язык. Андар Кишчалаевич Дарыма остался в памяти его близких человеком, жившим сознанием бескорыстного служения своему народу. Он был таким, как и герой сказок. Сумел воплотить в жизнь идеалы, воспетые в духовной традиции своего народа. Такие, как доброта, ум, щедрость, трудолюбие, стойкость, миролюбие, любовь к детям, а также чувство неразделённости с природой. Одна из задач – постараться описать, сохранить и всё это передать будущим поколениям. Вот одна из самых сложных задач – это рассказать о том, что сохранилось в традициях народа. Андар Кишчалаевич, он как раз это всё делал. То есть он очень подробно, через информаторов, через тех, кто сохранил это, через сказителей, всё это записывал. И для нас передал. И получается, вот сегодня мы уже, назовём так, не можем общаться напрямую с этими информаторами. А вот благодаря Андару Кишчалаевичу этот мостик есть. И вот эта задача по введению реестров объектов нематериального этнокультурного наследия, она для нас упрощается, потому что были такие люди, как Манбуш Барахович Кенн-Лапсан, Андар Кишчалаевич Дырыма и многие другие. В работе научно-практической конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения Андара Дырыма, приняли участие учёные-специалисты в области фольклористики и других наук из разных городов и регионов России, начиная с Санкт-Петербурга и заканчивая республикой Саха. Представлен 41 доклад и сообщение, часть из которых посвящена юбиляру, его жизни и деятельности, бесценному наследию, которое он оставил. Каждая конференция, она, конечно, планирует публикации. Мы собираем доклады и будем готовить издания. И, конечно же, это решение относительно научных разработок и публикационных разработок. Это решение учёных, которое будет принято на резолюции конференции. Талант Андара Дырыма был использован в активной деятельности экспедиции Тувинского института, «Слётов сказителей» и «Певцов Тувы». Его вклад в гуманитарную науку и культуру отмечен почётным званием «Сослуженный работник Республики Тува» и другими правительственными и ведомственными наградами. Инна Клоян, Батыр Базан, Ангер Кузюгет, телеканал Тува-24.